всем привет ребята это пока промежуточный привет вы пока там собирайтесь раздупляйтесь простите просто сегодня весь день дождь и очень унылая осенняя погода у нас еще пока осень вовсю желтые листья падают и дарабанит короче дождь по всяким подоконникам и прочему соответственно я поэтому слегка такая унылая но я разойдусь и да подтверждают что тебя лучше сделать громче или меня тише пожалуйста ну что сейчас должно быть вообще все идеально если вы не скажете что сейчас все идеально я выключу стримы пойду плакать мне кажется все должно быть идеально кроме оптимизации дизонард на пока что не говори об этом пока времени пришло по моему мы будем говорить об этом сейчас ближайшие 10 минут которые ты будешь пытаться стримить игру которая будет очень плохо идти пока не игра загрузится через час первая миссия так что мы можем уже уже начинать люди тоже не услышали а я повторяю что раз мы у нас идеально слышно значит мы подготовились сука лучше к релизу чем дизонор 2 так я просто переживаю волнуюсь правда просто я настолько привык что все пятничные стримы проебаны благодаря мне что сегодня мне немножко неловко что дизонард забирает у них первенство я вообще когда проходила первую часть в своих стримах была в полном восторге потому что здесь можно быть королевой крыс и мне не нравилось проходить по стелсу потому что заставить крыса ожидают своих врагов это наверное самое лучшее что есть дизонард как лапка ух ты я знаю этого чувака он заслал нам пол косаря говорит что история просто бомба не могу не сказать а ла как ба вот и спрашивает как папка но это я не понял что за папка как лапка ой так как лапка да все 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 короче у тебя кошка умерла а мы то короче котенка нашли рядом с нашим домом представляешь это было в конце это было в конце августа в начале сентября ой еще кто-то лысый как кулаков макс спасибо за начало истории серии не профокапить со сроками следующих выпусков ой не профокапить с вашими пожеланиями действительно не сгласьте не сгласьте короче мы нашли маленького котенка который весил 600 грамм и был там это примерно возрастом два месяца и у него проблема с лапкой у него атрофирована нижняя часть и вот там где вы вот собственно подушечка и вот это вот все ну как ладошка наши как будто бы вот и короче врач сказал что это что-то типа неврологическое может быть нерв там где-то защемлено или еще что то то есть надо массировать его лапку усиленно и ждать то есть мол как бы будет лучше вот соответственно вот уже прошло где-то примерно два месяца мы массируем но к сожалению улучшений нет это я отвечаю на вопрос который был задан в донате вот соответственно если так будет дальше скорее всего мы будем ее ампутировать и на ее место ставить протез как у этого адама дженсона максу да как у дженсона вот еще косарик прилетел тут между делом по сива а назвали мы его собственно мистер лапка поэтому вот и спрашивают максу на рома сигареты слушай может это раз долгами разберешься вот я тоже думаю может почаще стримить так и это самое и донейшн гол поставить там знаешь следующий пятничный стрим там долги кости табличка да на сбор следующий вообще долги кому-то всем кому должен кстати вот меня спрашивают когда мы в прошлый раз игорем стримили колду игорь короче мне запустил в лоб тапком и он так короче запустил что он реально попал и это было так больно во время стрима да и короче вот у меня тут спрашивают у тебя лоб долго болел после хорошо ты игорю вы знаете этот тип из серии что не столько больно сколько обидно поэтому может ничего не болело особо но то есть а ты в ответ нифига ты же лучше него стреляешь стреляя но у меня не было тапка чтобы стрельнуть и вообще как-то я растерялась но пользуясь случаем оружие с донбасса оптом в розницу а на самом деле сюжет один и тот же и как бы все что изменится это модель нам гейб не задонатил подожди не выбирай ну ладно максим ты выиграл раз уж ты за анонсил свою историю то и я это сделаю завтра с утра ждите анонс half-life 3 и counter-strike 3 ой гейб вот что ты мне тут лапшу на уши вешаешь все знают что волк не умеет считать до трех поэтому тем более что counter-strike 2 еще не было официально глобал официально считается у меня есть у меня есть совершенно такое неожиданное предложение может быть мы поиграем за девочку не потому что я девочка а потому что мы как бы первую часть все-таки за корову играли может посмотрим что там у имели будет интересного или ты что первый раз когда я выберу девочку вот и хотел сказать из тех людей которые выбирают девочку то что например кости он всегда выбирает девочку вот именно я никак я не в одну игру в жизни не играл за девку ни разу ни в какую даже вы давай я лишу тебя девственности игровой игра игра звучит угрожающе давайте мы все лишим девственности максима его игровой блин как это сказать игры персонаж персонаж на девственности не знаю ладно я сделаю это в прямом эфире шками на вот я девочка ну короче вот сейчас начнутся у нас веселые приключения с писи версии во первых сразу же про белые точки это не ваши наркотики не мои и не стрим и не баг это вот вот это вот это это замечательный пикапорт вот ну знаешь вот я например живу у меня на глазу черная точка я все время вижу черную точку а белых у тебя вот столько вот наберется нет мне врачи сказали что может быть когда-нибудь это типа превратится в много черных точек но пока у меня только одна поэтому типа все шутит что у меня типа прицел короче встроенный тип в глаз вот к сожалению правда короче не по центру а чуть правее поэтому я наверно не так хорошо стреляю в итоге вот но это я просто к тому что мало ли в руку разработчиков а я чушь полная насчет того что вот там bethesda ну уже в комментариях и так хорошо на эту тему пошутили сейчас пока покажу что еще можно дополнительно сделать например заглянуть в замочную скважину в общем все что там говорят снисти настройки и так далее это такая ересь несусветная в игре графона особо нет он не очень далеко ушел от первой части полигонов здесь не богато как видите и реально вот если взять и все же все настройки которые в игре имеются сейчас в днище опустить ничего не изменится потому что фпс все равно будет на уровне 60 когда игре нравится и 20 из них будут регулярно уходить в отпуск и на перекур вот просто когда им вздумается и никак не будет не будут на это влиять отдельно взятые настройки в общем вот единственное открытое окно в комнате воевал с ним полдня пока до меня дошло что next gen это наконец-то и правда next gen я тут пытался карабкаться как ассасин еще и текстурки такие похожие на assassin's creed я швы тут только-только перепрошел кувыркался падал умирал оказывается технологии вон до чего дошли что здесь можно остальные окна которые выглядят тут как в других играх типичные как бы ну знаешь ты смотришь дверь открывается или нет можно по текстуре определить вот максах пейнах так было всегда почти во всех шутанах видно какая дверь открывается какая текстурная а тут вот эти окна они оказывается скотина не текстурные их тут можно открыть вот такой вот ультра next gen потерянную мужицкую детственность смотря как понравилось мне компенсации 500 рублей прислали ну ладно это хорошо это тоже хорошо что дай прочитаю что там тебе пишут за потерянную мужицкую детственность полезно или поздравляю смотря как понравилось он еще не знает вот именно знаете как всегда когда теряешь себе тебя сначала больно неприятно неудобно некомфортно а потом начинаешь получать кайф от этого вот мы ждем пока макс начнет получать кайф уроки по дефлорации от александра коста это в прямом уфе блин все счастливые люди через это проходят что-то я не знаю я пойду погуглю что такое дефлорация простите ну это в общем это ну блять я не знаю что мужчина я сомневаюсь сомневаюсь а каком мужчина называется блять погугли мне теперь самому эти нет не интереснее гулю не хочу знать не надо короче девочкой я выполз из окна ни разу не уебавшись вот туда поэтому мне мне уже нравится всем привет только что удалось прийти на стрим первым делом слышать раду макс опор на дефлорациях сг своем репертуаре макс спасибо за историю ассайсинов был информативно и очень интересно сто процентов буду несколько раз пересматривать и да я там строила себя умного думал будто я что-то знаю но нет на самом деле тупой и богу только дефлорациях прямо в эфире спасибо вам за море и позитива вы лучшие еще 500 рублей прислал нам бормали благодарит за море позитива так мы же работаем для вас без вас какой бы позитив до тех пор пока вам это интересно мы его можем излучать короче и порно и задорно я намеренно на самом деле не буду сегодня торопиться во первых потому что я знаю что сейчас у аудитории какой-то дикий перелом мозга на тему спойлеров ну и да можете считать это заведомо оправданием что мы сегодня пройдем очень мало ну и плюс ко всему я хочу чтобы вы участвовали в процессе поэтому скажите вот это лень он курит блять уже хуй знает какую сигарету я столько не курю сколько он курит я у него уже угнал ключ с пояса ну что мне с ним делать оставить в живых зарезать суку во имя аллаха или усыпить я кстати пойду пока гуляем и вообще срать а крыс еще нет да мне кажется ты курит очень много ты знаешь вот мы с ним познакомились на игра мире и и я наверное еще не видел человек который так много курит он курит гораздо больше тебя даже больше меня я думал так не бывает короче все говорят убить аллах подборг курение убивает правильно давай он умер ничуть он даже немножко ножками подрыгал прикольно короче стал суд у нас уже заведомо не очень удался поэтому я не буду строить себя особо а тут соль какая первый негодяй который как бы наша цель дежурная его зовут рамзи а как вы все помните ну и сосисочка нельзя сука не отрезать голову человеку по имени рамзи я просто сколько ни пытался вот даже при первом прохождении корова даже сквозь все тормоза и лаги как бы я не пытался бить мил быть милосердным я бил его и милосердно отрезал ему голову и скорее всего я сделаю это слово сын снова потому что ну ну блять ну это же рамзи треший мой член насчет такого не знаю может кстати вы имели такие тут а белки есть у этого самого корова нету максим как ты считаешь возможно ли возрождение юнити 60 фпс живым миром чего юнити юнити какой юнити ассасин скрип юнити не знаю написано юнити вот чтобы я с ним сделал когда он возродился в 60 фпс ты это заслужил тут как на куроке сексуального воспитания от тебя лорд абрахас 720 рублей закинул так ну ка что написал воспитывай давай даже если я вынесу отсюда все эти запасы реально происходит при первом полном акте однако эти существа процедура может быть среди на все анатомических а лол это уже в следующее там перед этим нет ни ко мне я просто набор почему почему отказ ты меня научил этому слову значит это ты меня не секундочку ты ты начала так академично чет что там вещать ну короче явно проявила желание народ скажем так не короче это я ничем про дефлорировать нет ты проявила желание народ про дефлорировать я бы наверное это посмотрел кстати в 720 хотя бы ответа в колде делаешь постоянно да все стримы саши скорых скатываются в пошлость максу ты педрила и не получил снять и решить не девственность ничего пишет что ты за девушку играл в saints roll 3 есть доказательства ну я не играл за какой-то рыжий негревый толстый негритянку значит он меня заставил и у меня это стерлось из памяти как это как нежелательные воспоминания вот во всем виновата бухло сейчас я сука плавность настройках мыши убери в ноль поможет немного говорят не там можно даже через конфиг убрать у меня через конфиг поставлена строго на ноль mouse smooth но сомнительно помогает еще говорят что ты в портал за девушку играл ну блин извините на мне было выбора это я прошел только первый портал все сможет у меня на фему споет но я далеко не в москве цитата там все началось всего в ленте тюжи плоти дирижской ерун не буду я вам сюжетов показывать все на поиске блять кого то еще столько меня блять на нахуй опа нет черт я то думал я крутая тупая бомба вот скоро так скажешь не он не проткнется блять да конечно а крыс у нас нет да еще нет да тут пока нет ничего у нее нету то нам малолетка чё нам может тебе как раз таки нравится что-то мне нравится их это обучать они саша макса когда стремится настроение зашкаливает вот блять я ему сейчас в голову выстрелила у него мозг не задет вообще вот как обычно можешь как то по тихому нехали обойти еще что мне так неинтересно раз уж сразу сказали мне во имя аллаха мочи всех тут я их мочу плюс так много ладно все хорошо буду по тихому походу и походу на метод хотя гранаты есть и чуть листья общая у меня сухан если он взрывается я умираю они не будут вот адаптивное разрешение нельзя убрать в настройках в ноль motion blur в настройках нельзя выключить вообще зато тени сука от крыс это отдельная опция в настройках их блять можно выключить тени от крыс нормально потому что потому что крыса важнее чем ты блин сразу крыса тут важнее сюжета блять я по конечно тени сука от крыс а ты слышишь звук который при донате проигрывается да вот они блять крысы вот они мои тени вот за что я блять плачу сука где мои фпс крыса где мои блять фпс это они их блять походу уносят просто пиздят стаями и уволакивают куда-то своих тенях пиздец блять переносчики сука ебучих теней и пизженых фпс вот лично можно мусорный бак открыть в нем никого и в пэд и закрыться можно в мусорном баке ну и живи там панкс нот дед ёпта я больше никогда не смогу поверить крысе причем кстати по моему там не только крысиные тени сейчас я для достоверности зайду там еще какой-то прикол есть помимо как крысиных теней супер в числе разумеется супер важных настроек то есть моушен валюры нет тени трупных ос тени трупных ос вот самые важные две на трупных ос это самые две важные настройки графики в этой игре тени крыс и тени трупных ос короче мне кажется они переплюнули реснички rainbow six ну я думаю так трупные осы трудно переплюнуть сука кому блять что есть такие да отдельные настройки трупных сука ос на нахуй крысы ос кому блять не похуй на теней крупных трупных ос я уже прошел как минимум дюжину трупов здесь даже ос сука нет никаких блять но кто-то пиздит производительность направленную на их тени тени трупных хост блять распиливают производительность прямо на ходу то есть фпс они успевают доходить до трупных ос про трупных ос блять никто даже не слышал здесь в этой игре а фпс уже распилены ну что такое сука выключу куякать вот может сейчас будет смешно ос выключи будет нет будет не смешно будет грустно короче я сейчас крыс и ос выключу просто нахуй сейчас я где мусорный бак куда мне блять залезть нахуй больше не вылазить зачем я взял обзор этой игры что стреляют стреляют так ну кто там бал это игорь балуется это ладно хоть не на 10 минут как вчера ай еще одна жертва что еще одна жертва блять я жертва этой игры выньте меня не надо не вынимайте меня из этого мусорного бака я вылезу из него когда уже не надо будет делать обзор и фэкс а а убери это я так понимаю у людей последняя надежда но если чё фэкс а а не тормозит вообще ну ничего ты не знаешь ты про ос не знал блять игрят ебись от меня скажи ему чтоб он этого не делал мне хватило вчера этого уже я по десять минут это слушал блять все убрал я ваш ебучий fx а где моя производительность блять где мои сто пятьсот фпс я убрал все я убрал графику я продал текстуры дом жену квартиру блять я взял в кредит блять 60 фпс они ушли полигоны вы кто-нибудь позвоните в полицию нет лучше уолтеру бишопу из сериала грань а нет все прошло саш включи быстрее заоценим момент это было сейчас мистический элемент в игре оно прошло само и звук и звук еще при этом звук включить опять перестал тут где-то конь педальный застрял кто это вообще кто то что то видел теперь все на нет мы решили с нами как я думаю как это как это правда потому что не все что может как то есть короче я не предполагаю все а у меня есть такой степень девушка он доктора вызвать у вас бионическая нога а вот со стороны жопы выглядит точь-в-точь как императрица которая отняла у меня трон сука я на всякий случай вдруг она притворялась оптимизация отвергнуты fps уволены дальше не успел дочитать но это было прекрасно что-то там все 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 не истина тпк-порт я нашел трупный хвост между тем несколько штук вместе с ними летают и белые пиксели прямом смысле так во первых малинки малинки покадровые картинки и только для максимки все бодро и свежо малинки малинки дизон орд обломался а кост и кости бодрят нас всегда простите за 500 рублей можно это было сделать а второе оптимизация отвергнута fps уволена ничто не истинно все клевый порт можно я вместо этого сделаю видео обзор нью-вегас пройду когда она починится это больно слушай слушай трупные осы они вместо крыс их нам нужно будет на врагов потом пускать а ну я я им зла не делал а пиксели вот эти белые можно так я не знаю я надеюсь имели умеет плавать точно бля умеешь ебать я ж прохожу в обучении было же че я туплю че ты тупишь я просто тут только сосискрыт первый перепрошил альтаир же он же такой типичный араб он плавать не умеет так как крылья так что они так с арабами расскажут они в пустыне блять живут они море могли бы только в кино видеть если бы у них кино показывали да надо говорит что могло быть и хуже макс ведь обучение прошел хотел что прошел обучение я прошел да я говорю я забыл ну просто это у меня диссонанс в голове. Я только что там незадолго до, вернее, Таиром бегал, который плавать-то не умеет. То есть там при этом есть миссия в гавани, но он плавать не умеет. Ну я ладно, об этом я еще пошучу в первой истории Assassin's Creed. У них же реки были, Тигр и Ефрат. Да они в них только ссалят с берега. В режиссерской версии, кстати, Царство Небесного, есть вырезанная сцена, где один чувак ссыт в речку, а дальше по течению его сорочек рестоносится, зубы чистят, умываются. Пиздец. Блять, сука. Что? Передай Игорю тапок в ебало, верни ему тот, который он тебе кинул. Я, во-первых, бесит этот ебучий смех Косте, во-вторых, там цыгане прислали 50 рублей. Прочитай, что они сказали. Мы захватили ваш фпс, табор доволен. Папа цыган тоже. Чтобы вернуть назад, убивайте крыс. Во имя цыганского бога. Это самые охуевшие наглые цыгане, что я видел. Даже не предложили поручки погадать. Предлагают отказать чужому. Ну, действительно, он мне не нравится, не буду я с ним спать. Откажу ему. Играть без сверхъестественных сил. Да я и так, сука, сверхъестественный. Что бы ты ни предлагал. Он расстроился, такой, блядь, ну и чё, меня теперь в озвучке всей игры не будет. Ты растворился. Слушай, этот чувак умеет дарить способность посылать ос на людей. Я думаю, он как-то там, короче, тоже чё-то умеет делать, чтобы не рожить, ну, типа, короче, предохраняться. Да с клофелином у него просто всё хорошо. Предохранение магии. Мать вашу, а где осы-то? Спрашивает Донат. Я не уверен, что они тут, кстати, сразу будут, но могу ребутнуть сохранение и согласиться, и отдаться им. Ну, ради бога. Давай посмотрим, как ты отдаёшься. Давай, я хочу посмотреть на это. Да ёп вашу наряду, ладно, хорошо. Макс отдаётся за ос без смс-регистрации. Я надеюсь, эти осы, сука, будут того стоить. Я не знаю, что ты ему не отдался, он очень симпатичный. Ну. Сейчас я... Здесь в игре нет варианта, можно Саши Кост вместо менять это самое. Можно мне пчёл, а ты с Сашей Костом оставайся. Вот видишь, нету варианта так вот отвергнуть и принять, принять метку чужого. Фига там акула, знаете. Можно мне её не глотать? Она жжёт. Нет, глотать придётся. Какой хуя. И это всё? И это всё? Короче, здесь два варианта. Либо ты отвергаешь чужого, либо чужой отвергает тебя. Блин, бля, вот так всегда встречаешь нормального пацана, он тебе вроде там вообще-то подарки дарит, а потом какая-то хуйня случается, и ничего не случается. Вот вон оно как. Та-дам. Разработчики поставили перед тобой два шола. На одном оптимизации точно. Но была нежзучка дроча. Куда разработчики игроков посадили? Куда тебя концентрировали? Нет, ты читай. Ты вызвалась на комменты, я страдаю в игре. Вот ты про... Ты произноси это вслух. А чё я буду, если чувак уже зачитал? Я не расслышал. Мне нужно внятно с толком с расстановкой. Окей. Разработчики поставили перед тобой два стула. На одном оптимизация точёная, на другом озвучка дрочёная. Куда разработчики игроков посадили? Куда тебя анусом приложили? Бля, помощь, я требую помощь зала. Или, можно звонок другу? Как позвонить Костя? Мне вообще похер, кто с кем спит. Просто я узнала, это прочитала и рассказала вам. Я донесла знания массе. Полтинничек заслал парень Келебра и сказал кембербич не гей Келебр-гей. Мне кажется, он хочет быть... А, это его парень, парень Келебра. Да-да-да. Бля, где тут осы? Закусайте меня нас. Существует много историй о том, что бурундуки могут покончить жизнь самоубийством, если их запасы будут разорены или их было недостаточно. Якобы, грызун находит раздвоенную ветку в виде рогатины и осознанно... Вешается? И осознанно душит себя. Правда ли, что бурундуки вешаются? Очень распространено представление о возникающем раз в несколько лет массовом самоубийстве леммингов. Считается, что в отдельные годы, когда численность леммингов очень резко возрастает, зверьки следуют друг за другом или за одним из леммингов проводником к пропасти или берегу воды, где и гибнут. На самом деле лемминги не являются стадными, стайными или общественными животными. Они перемещаются каждый сам по себе и не следуют за вожаками. По-видимому, миф о групповом самоубийстве леммингов был создан еще в 19 веке, когда ученые заметили внезапные сокращения популяции леммингов, которые не находили объяснения, в котором. В 1908 году Артур Ми решил, что массовое самоубийство удачно вписывается в эту ситуацию и опубликовал такой вариант в своей детской энциклопедии. Что-то Артур не очень, ми-ми-ми. Господи, так, подожди, Стивен Кинг. Буря столетия. Подожди, самоубийство грызунов? Я не помню, как у него там это было сформулировано. Какие массы? Не плевать. Я просто хотел послушать еще много снято. Саш, если ты не передашь ему ботинок, блядь, в голову, я сам передам. Я заебал уже. Мне хватило последние несколько дней уже этого в уши. Почему? Почему ты вышел замуж за это существо? Я ему тут помогаю, а он мне кость в уши. Даже Костя со мной так не поступает. Я же знаю, что это он. Короче, осы здесь могут впрыснуть яд и отложить яйца. Ой, фу, куда? В тебя? Да. Фу, а ты жив? Я не знаю, нет, я услышал еще на пристани от другого чувака, а сейчас вот я зашел в зараженную квартиру походу. Тут эти осы. Их тут много. Теней от них неют. Сука, жуткий. Блин, у тебя сейчас есть? Ебаный, нахуй, пошел я пиздахуй, блядь. Че? Они, они, блядь, стали красные, когда я близко подошел. Я испугалась и убежала. Ща, 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 ща им бухануть дам. Попорносос. Попорнососос, у меня 120p. Валим. Нормально, короче. Интересно, поджечь-то можно эту букву? Нет, ладно. Джон Сина! Ну ладно, хорошо хоть недолго. Так. Ты испугался? Ну, не, это было почти даже в тему. Я такой, как Джон Сина, кинул им бутылку, разбил ее об их улей и съебался. Ну, как бы у нас дело в том, что религиозные люди, особенно самые религиозные, они не читали нихуя ни Библии, ни Коранов. Я эту тему затрагивал в своей истории ассасинов, поэтому смысла мало им что-то объяснять. Я проведу ритуалы над твоим нечестивым трупом. Люди, которые хотят запретить Коран, реально Библию не читали, они не в курсе, что там все. Я не скажу хуже, абсолютно так же, абсолютно так же. Все там, блядь, убийства младенцев, расчленения, распятия, оставления, убийства там родителей, порабощения детей во славу Иисуса, все абсолютно точно так же. За тобой уже выехали. Ты за мной уже давно, по-моему, выехали, еще с тех пор, как первые быдл-стримы начались, за мной уже выехали. Все говорят, что только можно, гопники, блядь, из нижнего, хохлы. Да, там радикальные мусульмане, радикальные христиане. Ну, смысл-то. Опять этот Рамси Болт, он всплыл из ниоткуда. Может быть, наконец-то ему отдашься. Нажми Джей. И его имя Джон Си! А ты не против, если Трамп тронет твою вагину? Саша, гладкий склонлайн. А если вместо Трампа будет Костя? Ну что, может быть, мы закругимся? Девушка перестает быть моим другом, потому что я мало уделял ей внимание. Что мне делать? Тронуть ее за вагину? Тут мне запомнились особенно два вопроса. Кост, ты не против, если Трамп тронет тебя за вагину? И что ты думаешь, если вместо него будет Костя? Я обожаю ударение этого чувака. Про твою вагину тоже спрашивали, кстати. Вагина? Да. Блин. Мы разберемся. Ну да, подписывайтесь на канал, держите руку на пульсе. Все еще будет. Угоря говорят, тоже надо. Он тут сегодня, блядь, поучаствовал уже. И Костя тоже. Я, короче, вот буквально под последние секунды развею эту интригу и скажу, что это все время была я. Это я ставила это все, да. Игорь научил меня плохому, я заразилась от него. Мы не предохраняемся. Все. Вот могла бы оставить интригу и на каком тигромере я бы кинул ему ботинком въебал, а он бы не понял даже за что. Я бы сказал, да это сука, это за тот стрим по Дисонерду второму. И ты такая стоишь типа не при делах. Игорь, как ты мог так сделать? Ладно, все, всем спасибо, счастливо. и до встречи на страницах Стоп Гейм Рау. 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 СМС. Л engineering.